Эпид-обстановка в регионе, ввод в эксплуатацию жилья для медиков и педагогов, а также подготовка к осенне-зимнему периоду. Эти и другие темы обсудили в ходе расширенного совещания при главе региона. Далее все подробности. В начале оперативного совещания традиционно поговорили об эпид-обстановке в регионе. Елена Левина сообщила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе держится на стабильном уровне. Более примерно сейчас в одних цифрах вращаемся. У нас в районе 170 регистрируется каждый день количество заболевших. То есть плюс-минус. Но все время в одних цифрах колеблюсь. Елена Степановна, те меры ослабления, которые принимает штаб, они не сказываются в худшую сторону на эпидемиологические ситуации? Нет, не сказываются. Елена Степановна, очень тревожат больные амбулаторные в населенных пунктах, особенно отдаленных. Мы всем необходимым обеспечиваем, допустим, больных в Бугарино. Значит, в Бугарино находится 13 человек под наблюдением. Когда к ним был выезд санитарной авиации, они с собой привезли все препараты для лечения пациентов. Какая-то помощь нужна в амбулаториях, фельдшерам, врачам? Они смогут при необходимости выйти по телемедицине и получить консультации врачей окружной больницы? Все фельдшера, которые ведутся от пациентов в коронавирусных пунктах, они контактируют с медицинской организацией, либо с центральной рынок поликлиника, либо с Неницкой кружной больницей. Если есть вопросы, то обращаются напрямую к врачам в стационар. То есть все пациенты консультированы у нас. То есть если возникают какие-то сомнения, то принимается решение о вывозе пациента с населенного пункта. В ходе совещания губернатор обратил особое внимание на ситуацию со сдачей жилья в селе Оксино. Уже год там не могут ввести в эксплуатацию четырехквартирный дом для педагогов и врачей. Андрей Александрович, целый год этот дом стоял. И не могли разобраться, кто будет устранять недостатки, кто будет принимать этот дом, кто будет регистрировать. Разберитесь, пожалуйста, кто виновен в том, что в течение года квартиры стояли незарегистрированные. Разберитесь и доложите, пожалуйста, почему целый год в этом доме, в этих квартирах не жили врачи и учителя, в которых так нуждается село. Теперь, что касается линии Департамента природных ресурсов, экологии и АПК. Альберт Чебдаров доложил о результатах проверки компаний-недропользователей, которые проводили рекультивацию территорий. В рамках экологического направления деятельности Департамента совместно с Управлением имущественных отношений и совместно с федеральными структурами с 15 по 16 сентября осуществили несколько вылетов на месторождение, где недропользователи, это Росфед Петра и Вуков Коми, произвели отказ от ряда земельных участков и, соответственно, межведомственная группа, она принимала эти земли на предметах чистоты в том числе. Кто входит в эту межведомственную группу? Там федеральные структуры, Роспроектнодзор и Ростехнодзор, в принципе, довольно обширный перечень. И управление имущественных отношений, естественно, как основной куратор. Ну, то есть это комиссия абсолютно неангажированная, которая объективно может оценить, насколько недропользователи прибрались за собой там. Да, именно так, Юрий Васильевич. И в этом контексте по линии Росфед Петра у нас замечаний нет, данный участок был принят. По линии Вуков Коми, к сожалению, там есть факты захламления металломом, строительных отходов. Поэтому будем дали дополнительное время, будем дополнительно выезжать и осматривать территорию с точки зрения последующей приемки. В ходе оперативного совещания затронули и вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду. Так, глава администрации Заполярного района Надежда Михайлова отчиталась о ходе северного завоза. За эту неделю у нас продолжается разгрузка угля в Усть-Каре. Там были штормовые ветра, поэтому не могли разгрузиться. Не могли подойти к берегу? Да. Поэтому, как было только затишье, они подходили, разгрузились 500 тонн, еще осталось полторы тысячи. Поэтому сейчас вроде там тихо, за два дня планируют разгрузить все. Завтра будет выходить судно с Архангельска с углем остатки Нижняя Пеша и твердое топливо баллонга. Успеваем? Успеваем, да. В завершении еженедельной планерки Юрий Бездудный анонсировал запуск проекта «Округ, в котором хочется жить». По сути своей, это некий симбиоз комфортной городской среды, инициативного бюджетирования, акции, которые мы проводили, чистая Арктика, экологических субботников. То есть «Округ, в котором хочется жить» – это проект, который объединяет все эти проекты. И основная его цель – сделать наш округ, наши села, город интересными для жизни. Красивыми, уютными для того, чтобы каждый житель мог сказать «Я хочу жить в нашем округе», «Я хочу жить в городе», «В селе». И мне кажется, это очень здорово, потому что и главы подключаются активно, особенно по линии инициативного бюджетирования. И нас активно поддерживает сейчас федеральное правительство по комфортной городской среде. Поэтому я уверен, что если все мы подключимся к этому проекту, то спустя какое-то время каждый может сказать «Я хочу жить в моем округе», «В нашем округе». Алина Ваучейская, Алексей Орлов, Телеканал «Север».